Актуальный разговор Непосредственная работа уполномоченного по правам ребенка заключается в том, что необходимо вникать во все мельчайшие детали, во все проблемы, во все обращения, будь то обратились дети, взрослые, бабушки, дедушки или просто соседи. Там, где вопросы касаются недодвижащего содержания детей или не вовремя оказанные медицинские услуги или еще по другим каким-либо проблемам, во все это должен вникать и помогать ситуацию разрешить уполномоченный по правам ребенка. А как давно эта должность существует на территории Краснодарского края? Когда она была вообще введена? На территории Краснодарского края в 2002 году депутатами Законодательного собрания края был принят закон об уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае. А в августе 2003 года была введена, сначала совмещали эту должность ведущий специалист управления образования, тоже должность уполномоченного по правам ребенка. А уже через год, в апреле 2004 года, эта должность была выведена как самостоятельная единица и человек занимался проблемами детей уже самостоятельно, как не входящий ни в какие сопутствующие структуры. Потому что уполномоченный по правам ребенка это независимый институт, по крайней мере это так должно быть, чтобы действительно объективно отстаивать права детей. А вот скажите, как часто к вам обращаются люди и по каким вопросам? Ну я могу сказать, что я на этой должности уже шестой год и первое время люди только узнавали о том, что вообще есть такой человек в районе, к которому можно прийти с любой проблемой. Пусть какие-то проблемы даже будут не в моей компетенции, их напрямую решить, но по крайней мере я всегда стараюсь выслушать, подсказать человеку, куда обратиться дальше, оказать содействие. Если нужно написать какое-то ходатайство, письмо, где я буду просить уже от своего имени оказать помощь в интересах того или иного ребенка. Вопросы поступают как бы от жителей только Лобинского района или кто-то еще обращается? Вы знаете, нет. Конечно, в первую очередь это вопросы жителей Лобинского района, это вопросы от жителей, допустим, дети сами проживают в Армавире, обучаются у нас или в других территориях, или это Мостовской район, Отрадненский район. Но есть даже вопросы такие, такие обращения граждан, что приходится налаживать переписку, вот последние обращения были из Карачаева, Черкесии, из Абхазии, город Сухум. То есть даже, я бы сказала, какие-то единичные случаи, которые даже за время своей практики я встречаю впервые. И приходится налаживать вот такие вот мосты, что ли, в качестве переписки, взаимодействия по телефонам, чтобы отстоять, защитить, помочь тому или иному ребенку. Очень много обращений по неисполнению алиментных обязательств родителей. Вот почему-то папы чаще всего, чаще всего как-то вот у нас с пап взыскиваются алиментные обязательства, дети проживают с мамой, они считают, что деньги или материальное содержание, они платят маме, а не ребенку. Как-то вот папы забывают, что ребенку нужно три раза в день покушать, его нужно одеть, что какие-то расходы идут по дошкольному учреждению, если ребенок посещает по школе, и папы самоустраняются. Я, конечно, считаю, что здесь у нас очень много пробелов на законодательном уровне. И хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться ко второму родителю, с которым ребенок не проживает. Не забывайте о том, что это ваш ребенок, и что его потребностями, его интересами пренебрегать просто нельзя. Это незаконно. Какая профилактическая работа ведется у нас в районе? У нас в районе ведется, я бы сказала, масштабная и разносторонняя профилактическая работа. Ну и, конечно, очень хочется, чтобы она была большей частью практической. То есть это и ранняя профилактика, раннее выявление. Ведь все идет из семьи. Ведь все проблемы у ребенка, как правило, начинаются из семьи. Потому что ребенок в семье родился, в семье живет, он получает первое воспитание, первые навыки, первый опыт социализации в семье. Когда он приходит в детский сад, приходит в школу, мы, опять же, все тесно взаимодействуем с семьей. И уже какие-то проблемы, которые сложились в этой семье, и мы видим, что они идут не на пользу ребенка, какие-то обстоятельства, ситуации. Вот здесь мы обязаны их как можно раньше выявить, помочь ребенку, чтобы ему было комфортно в его семье, в родной, в кровной. Мы знаем, что в прошлом году в каждое образовательное учреждение практически были введены школьные обмудсмены. Скажите, пожалуйста, в чем заключается их работа и как они выбирались, эти люди? Вы знаете, да, действительно, в ноябре 2011 года по инициативе и по рекомендации аппарата уполномоченного, краевого, было такое предложение попробовать в Лобинском районе ввести в образовательных учреждениях, а у нас это школы, да, в первую очередь, где, я не говорю о дошкольных, вот таких школьных уполномоченных. Правильно они называются «уполномоченные по правам участников образовательного процесса». То есть это человек, это может быть любой учитель, это может быть, ну, в общем, тот человек, которому больше всего в школьном коллективе, в школьном сообществе доверяет ребенок. Проводилось это все путем тайного голосования, были выдвинуты кандидатуры, и дети выбрали, будь то психолог, будь то соцпедагог, может быть, это вообще учитель химии или учитель русского языка и литературы, но это человек, который может в любой ситуации вникнуть в ситуацию, и если ребенок не прав, объяснить ему достойно, доверительно, если прав, значит, его интересы должен защитить, потому что у каждого человека при любом конфликте своя правда, и вот нужно быть вот такими весами, чтобы как-то это урегулировать, снять этот конфликт. Людмила Валерьевна, вот за 4 месяца работы школьных уполномоченных, вот скажите, пожалуйста, они к вам обращаются за помощью, все-таки у вас уже опыт в этом направлении, а они люди вновь как бы избраны, и у них специального образования нет, вот за консультацией, вот как устраивается эта работа? Да, очень отрадно, что в ряде школ школьные уполномоченные сразу приступили активно к осуществлению вот этой деятельности, то есть они в курсе любого какого-то конфликтного момента. Если разногласия, ведь школьные уполномоченные, он вот эту цепочку ученик, родитель, учитель очень чётко должен представлять себе и помогать, чтобы отношения выстраивались ровно, бесконфликтно. Вот я хотела бы сказать, что за 3 месяца 2012 года в мой адрес поступило 18 обращений по конфликтам в школах. В школах это на 11 обращений больше за аналогичный период прошлого года. Это говорит о чём? Что то ли дети у нас очень гиперактивные, потому что очень много обращений по вопросам именно по конфликтам среди первоклассников, то ли родители у нас сейчас стали тоже вот интересоваться, видимо, жизнью своих детей и отстаивать их позиции, но все это делают по-разному, поэтому отсюда и берутся конфликты. То ли мы, педагоги, стали недостаточно где-то внимательно вникать в проблему, но хотелось бы вот сегодня затронуть этот момент. Мы в большей части школ сейчас вывесили уголки информационной стенды, уполномоченные по правам ребёнка, где предлагаются разные возможные варианты, как всё-таки купировать конфликт, если он есть, погасить его, если он уже начался, и как разъяснить всё-таки родителям, что не только их конкретный ребёнок имеет права, а и дети в классе, одноклассники тоже также имеют права, что если конфликт между детьми, нет ничего лучше, как пригласить родителей, детей, и обговорить его, погасить, чем забирать и переводить ребёнка из коллектива в коллектив. Это тоже не упрощает задачу. Поэтому школьные уполномоченные вот в этом вопросе должны быть первыми помощниками. И, естественно, когда поступают звонки или они приезжают, мы с ними обсуждаем любую проблему, ну и пока как бы были положительные результаты. Очень хочется надеяться на это. Не так давно в Краснодарский край с рабочим визитом приезжал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов. Вот его впечатление о визите сюда и, соответственно, о регионе. Знаете, но, к сожалению, лично я с Павлом Астаховым как бы вот не были мы достойны такой возможности встретиться. Но во время совещания Галина Степана сказала слова благодарности, что сработали неплохо. И визит по Кубани, визитом по Кубани Павел Алексеевич остался доволен. То есть как бы положительного было больше, чем негатива. Тем более, посетив те учреждения, где он был, он отметил, что очень хорошо налажена работа школы приёмных родителей на Кубани, что уменьшается количество сирот, что увеличивается количество приёмных семей. Но всё-таки, опять же, по главу угла мы ставим реабилитировать биологическую семью, чтобы ребёнок жил с кровными родителями. Ну вот такой момент. Людмила Валерьевна, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Всем доброго. До свидания.